Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Как и всегда, мы с утра в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через приложение Перископ разбираем вместе все, что произошло на финансовых рынках за минувшую торговую сессию. Как и ранее, собственно, как в начале недели, как неделю назад, основной центральной идеей на финансовых рынках остается рост торговой неопределенности, который многие уже интерпретируют как полноценную начатую торговую войну в мировой экономике, но пока не будем, скажем, сгущать краски, конечно же, полноценной торговой войны еще не идет. И основная конфронтация все же больше сейчас связана с изменением и переписью торговых отношений между Соединенными Штатами Америки и, собственно, Китаем. Но, друзья, если говорить про вчерашнюю торговую сессию, если посмотреть на то, что происходит с долларом сегодня, на азиатской и, можно уже сказать, европейской торговой сессии, вы наверняка заметили то, что защитные инструменты пользуются меньшим спросом. И та же самая японская валюта пропустила вперед американский доллар. Вчера у нас было несколько отчетов по Штатам, но уверен в том, что они не оказали то самое разгоняющее воздействие, которое все же имело место быть. Почему? Потому что основным катализатором роста доллара стал другой фундамент. Он как раз связан с некоторым смягчением жесткой риторики Соединенных Штатов Америки в отношении роста протекционизма. Об этом мы сегодня поговорим. Возможно, это хорошее начало, что мы в ближайшие дни будем получать больше сигналов о том, что все же администрация Трампа и он лично одумались и решили не сильно портить отношения со своими торговыми союзниками. Потому что прошлая неделя и то, как мы начинали эту, действительно было страшно, потому что Соединенные Штаты Америки стали угрожать всей мировой экономике. И, собственно, обозначил позицию, что никаких прежних соглашений, которые ранее ущемляли интересы американских производителей, больше не будет. И каждый раз, когда какой-то из регионов все же шел на ответные меры, это приводило лишь к еще большему усилению конфликтности или большей такой ограничительной тарифной агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки. Сейчас ситуация немножко смягчилась, и об этом мы поговорим. Сегодня день важный для доллара снова, потому что сегодня несколько важных точно отчетов, на которые нужно будет обратить внимание. Мы изначально еще, как только стартовали эту пятидневку, были ориентированы на две заключительные сессии, на четверг и пятницу, потому что именно в эти дни выходят довольно сильные релизы. В частности, сегодня мы ждем с вами заявки на пособие по безработице. Это классика жанра для четверга. Далее у нас годовые данные по ВВП и основной индекс расходов на личное потребление. Завтра также блок статистики, базовый индекс расходов на личное потребление, он даже еще более важный, и в целом динамика личных доходов и личных расходов. Напоминаю, что большая часть из этих показателей способна пролить свет на дальнейшие темпы роста инфляции, либо вообще пролить свет на то, что будет с этим показателем в будущем. А зная, ориентируясь на определенные изменения общего инфляционного давления, мы, безусловно, с вами спекулируем на идее высоких темпов изменения процентных ставок и более жесткой позиции Федрезерва, которая стала основой для долгосрочного роста доллара. И, конечно же, если бы сейчас у нас была бы возможность не отсылаться на геополитические риски, которые сейчас связаны с торговым противостоянием, мы бы все равно наблюдали слабые рисковые инструменты, но они бы уже были под давлением не того, что страшно за будущее собственных национальных экономик, потому что Штаты буквально рушат на глазах устоявшиеся международные мировые практики. У нас был бы другой катализатор, это укрепление доллара, но уверен, что этот катализатор мы с вами еще получим в будущем. И в целом в поведении наших отношений к разным инструментам ничего не изменится. Мы будем дальше продавать рисковые инструменты и будем по возможности еще и окупать американский доллар. В общем, сегодня мы ждем статистику по Штатам в 15.30 по московскому времени выйдут все эти релизы. Трудно будет в моменте понять, какой из этих отчетов показал наибольший эффект на доллар, но попробуем разобраться в этом до конца, до завершения текущей торговой сессии. И завтра, безусловно, как всегда в 9.30 по московскому времени мы с вами все это обсудим. Ну а теперь давайте быстренько пробежимся по основным инструментам. Начнем мы с нефтянки, которая добралась до 78 долларов за баррель. Это, собственно, котировки Brent. Сейчас 77.35 и в целом новостной фонд, который выступил тем контролизатором, собственно, вчера и в ходе торговой сессии вторника, он еще остается на рынке. Поэтому допускаю то, что локальный, конечно же, приоритет будет оставаться именно за какосрочными покупками. Что же стало причиной роста цен на них? Вчерашний отчет по запасам нефти. Это правительственные данные, отчет от администрации политической информации. За редким исключением, если не праздники, мы разбираем этот релиз каждую среду, смотрим за тем, как изменились запасы нефти, бензинов, нефтепродуктов и что произошло с совокупным объемом нефтедобычи. Так вот, запасы нефти, получается, за прошлую неделю снизились на 9,9 миллионов. Все бы ничего, но это рекордный показатель, я бы даже сказал, чуть ли не за последние 8-9 месяцев. Но то, что с начала этого года, уж точно. Очень сильно этот показатель разнится с тем, что прогнозировали аналитики. Я в целом допускал, что запасы должны были снизиться, потому что мы видим, как растут загрузки производственных мощностей, которые специализируются на нефтепереработке, и как Штаты через рост показателей нефтедобычи увеличивают еще и экспорт. То есть, конечно же, возникают потребности в более высоких показателях, в больших, собственно, показателях запасов, в большем потреблении, в том числе и на внутреннем рынке. И, конечно же, в такой ситуации запасы резко сокращаются. Но на такую цифру даже я, вроде бы как пессимист, но он не настраивался. Что касается отсчета, который мы получили накануне, за день до этого, от Американского института нефти, это статистика от АПИ, запасы снизились на 9,2 миллиона. Вот редко у нас настолько бьются эти цифры АПИ и данные от администрации на политическую информацию, но, посмотрите, в прошлой неделе действительно оказалось исключением, потому что практически идентичные данные по сокращению запасов. Вот запасы бензина, кстати, выросли, и я думаю, что как раз рост запасов выступил своего рода нивелирующим фактором, который и не позволил все-таки быкам затащить бренд выше 78 долларов за баррель и оказал небольшое такое тормозящее воздействие. Что касается общего показателя нефтедобычи, то, как и недели ранее, в целом совокупный уровень производства держится на максимуме, тоже рекордный показатель в 10,9 миллиона. И я думаю, что эту цифру мы как минимум должны держать про запас, потому что при таких объемах добычи в Штатах, которые, я уверен, будут продолжать наращивать производство, вы помните еще и недельной давности прогноз от администрации на политическую информацию, что в июле, который стартует уже на следующей неделе, в Штатах будет добываться как минимум на 150 тысяч баррелей в сутки больше за счет активизации больше активности производителей на семи основных шельфовых месторождениях. Еще одним фактором локального спроса на нефть остаются опасения трейдеров за то, насколько сильно просядет поставки из Ирана. И, собственно, эти опасения базируются на угрозах Соединенных Штатов Америки, которые обращены ко всем, кто работает сейчас с Ираном, кто покупает иранскую нефть, кто способствует тому, что иранская нефть попадает на международные рынки через, скажем, сдачу в аренду собственных нефтяных магистралей. И в данном случае эти угрозы действительно напугали рынок, потому что есть высокая вероятность, в виде, насколько жесткую позицию заняла Америка в последние месяцы, конечно же, есть вероятность того, что если попробовать перейти им дорогу, можно и сами нарваться на финансовые санкции. Поэтому рынок сейчас прогнозирует, насколько же сильно просядут поставки нефти из Ирана. Напоминаю, что сейчас в Иране добывается немало нефти, около 2,5 миллионов баррелей в сутки экспортируются из данного государства. И считается, что при негативном сценарии, опять же, поставки на глобальный рынок могут сократиться там на 500 с небольшим тысяч баррелей в сутки. Я сразу хочу сказать, друзья, то, что особо в этой теме вариться не нужно, потому что даже если дело дойдет до радикального сценария, у нас есть регионные компенсаторы, скажем так, уже с отсылкой на достигнутые договоренности, среди которых Саудовская Аравия, отметившая, что легко могут буквально в считанные недели довести общий показатель добычи до 11 миллионов. И с текущих уровней, вы должны понимать, это порядка 200-200 с небольшим тысяч баррелей в сутки, сверх того, сколько добывалось. Поэтому Саудовская Аравия легко может покрыть вот этот потенциальный дефицит нехватки сырья, в том случае, если санкции Соединенных Штатов Америки против Ирана действительно приведут к каким-то супернегативным последствиям. Но до санкций еще далеко. В ноябре они вступят в силу. Как я уже отметил, новостной фонд к этому моменту может очень сильно измениться. Пока что, друзья, нужно отдать должное вот этому запалу, который на рынке нефти есть. Трейдеры отыгрывают опасения, страхи, но не очень хотят обращать внимание на те все же объективные, водные, которые у нас есть по росту нефтедобычи, которые еще из высокой активности американских производителей. Но должно уже выводить на какую-то идею того, что рынок может оказаться в том состоянии, когда на нем снова начнут накапливаться чрезмерные запалки. Это, в конце концов, должно привести к развитию нисходящего тренда и, соответственно, серьезно ослабить котировки нефти. К продажным сделкам я рекомендую возвращаться после того, как котировки по Brent отступят в район 74 долларов за баррель, но я, соответственно, ближе к делу буду держать вас в курсе. Рубль 63.21 на фоне роста нефти в виде девальвации рубля. Это, конечно же, страшно. Что ли еще будет, как только нефтянка, собственно, тоже даст заднюю. Поэтому цель 65 – это уровень, который обязательно будет достигнут. Я в этом ничуть не сомневаюсь и уверен в том, что вы, как минимум, ориентируетесь на этот показатель, а, может быть, ставите и строите прогнозы большего ослабления. Возможно, не остановимся даже и после касания планки 65. Много возможностей уже упущено. Для тех, кто верил в бодрый рубль, верил в то, что котировки после небольшой консолидации чуть выше 60 все же уйдут ниже. Для тех, кто временил, сейчас, возможно, уже поздновато заходите, собственно, в трейд. Наблюдайте со стороны и, собственно, вините сами себя, то, что вы не проявили активности раньше. Для тех, кто сделал ставку на ослабление рубля, собственно, профит уже совсем близко в плане достигнутой цели. И здесь уже вы должны хвалить лично себя за то, что рискнули. И взвесив все те вводные, которые были на рынке, исходя из тех проблем, с которыми столкнулась российская экономика, это должно было привести к тем котировкам, которые есть сейчас. Доллар и японская иена выше 110, прорвались мы выше, скажем, психологического сопротивления. Держимся мы над этой планкой, но не то, чтобы уверенно закрепились, потому что новостной фон, он, как я уже отметил, смягчился, но все же остается актуальным. И пятница приближается, очередной день твитной активности Трампа, все может быть. Проснется не с той ноги, и, соответственно, очередной твит, который снова вернет на рынки прежние опасения. Но пока что мы работаем с двумя факторами снижения вот этой напряженности. Во-первых, это решение самого Трампа, который решил не прибегать, скажем, к жестким мерам, которые предполагают ограничение китайских инвестиций. Американские компании, работающие с важными для экономики технологиями. То есть, не знаю, в каком формате вообще будет выглядеть и заключаться, в чем, как будут обстоять дела по поводу ограничения прямых инвестиций американские компании, стратегически важные. Ну, может быть, конкретика будет позже на рынке. Пока что это, наверное, не существенно и не особенно важно. Помимо решения Трампа, у нас был еще вчера комментарий со стороны Манучина о том, что, я думаю, что он стал оглашатим идеи Трампа о том, что нужно было озвучить позицию, поскольку все рынки обсуждают, насколько же далеко может зайти конфронтация между США и Китаем. Особенно после недавних комментариев сей Цзиньпини о том, что если по нам наносит удар, мы тоже в долгу не останемся. Ну, собственно, господин Манучин сделал комментарий о том, что США по-прежнему открыты переговором и готовы выслушать любые предложения со стороны Китая о том, как можно сократить дефицит торгового баланса для Соединенных Штатов Америки. Если эти предложения будут конструктивными, если в них будет найдено вот это зерно истинное, которое в конце концов сможет перерасти в новые договоры, которые в конце концов приведут к балансу по показателям экспорта и импорта, то тогда Соединенные Штаты Америки могут оказаться от ряда тех решений, которые ранее были приняты. То есть те решения, которые даже предполагают расширение тарифов импортных на китайскую продукцию, вот последняя самая громкая, на общую сумму поставок в 200 миллиардов долларов, эти решения более чем отзывные. Я думаю, что важный комментарий, неплохое начало, если у Соединенных Штатов Америки действительно есть новая стратегия ведения переговоров, которая предполагает возможность появления уступок из их страны. Пока что работаем с тем, что есть на рынке, нет причин переживать за эскалацию напряженности, потому что нет новых решений негативных, более того, есть даже локальный позитив. И плюс ко всему мы ждем с вами еще и фундаментальную поддержку в виде отчетов, которые сегодня и завтра обязательно приведут к движениям американского доллара. Поэтому я предлагаю, друзья, в связи с оптимистичными ожиданиями по статистике ориентироваться на 111 йен за доллар. Почему бы и нет? Ведь доллар смог лихо воспользоваться вот этой паузой в эскалации торгового конфликта, который набрал позиции и по мере статистической поддержки, я думаю, что рост будет продолжен. Фунт против доллара. Британская валюта, конечно же, разочаровывает, потому что фунт продолжает находиться под давлением какого-то колоссального лавинообразного потока негатива, который на него обрушился. И, кстати, это подмечают буквально все. И, исходя из этого, делается вывод, что раз фунт столкнулся с таким колоссальным негативом за относительно непродолжительный промежуток времени, нужно понимать, что большая часть этого негатива, особенно с учетом того снижения, которое мы видели, уже заложена в цену. А поэтому на рынке достаточно появиться маломайскому позитиву, как британская валюта может воспрять духом. То есть порог терпимости и значимости вот этого локального позитива, который может быть достаточным для того, чтобы привести в движение восходящее фунтом не на несколько десятков фунтов, а спровоцировать и стать основой для движения на несколько фигур, он существенно снижен. И напоминаю, что есть еще до конца этой недели у нас надежда, особенно это актуально для тех, кто ставит, как и лично я, на рост британца. Это саммит Европейского Союза, который стартует уже сегодня. Очень важным вопросом в ходе его обсуждения будет попытка понять, на каком этапе сейчас находятся стороны, участвующие в переговороческом процессе по Брекзиту. И я напоминаю, друзья, что к этому саммиту, Тереза, мы должны были подготовить определенные предложения по вопросам таможенного союза, и эти вопросы будут обсуждаться. Поэтому, если все устроит Европейский Союз, мы сделаем большой шаг в сторону конечного прогресса, уже достаточного, чтобы закрыть этот вопрос с Брекзитом. И, соответственно, британская валюта в связи с этим имеет потенциал, чтобы упрощить свои позиции. Потому что чем, скажем, больше сейчас новостей будет положительных по Брекзиту, чем большим движением сторон будет движение вперед, тем больше будет уверенности в том, что британский регулятор вернется к повышению процентной ставки в августе. Даже несмотря на те распродажи фунта, которые последовали, несмотря на некоторые опасения о том, что прогресса так и не будет по Брекзиту, напоминаю, что вероятность изменения процентной ставки все равно находится на очень высоком значении. Больше 50 она составляет то, что решение последует в августе, ну и совсем уж под 100% то, что решение будет до конца этого года. Ждем, как отработает себя текущая и завтрашняя торговая сессия. Если вы оптимисты, то тогда присоединяйтесь ко мне и давайте вместе рассчитывать на то, что фунт сможет воспользоваться поддержкой каких-нибудь всех важных комментариев итогов саммита. Новозеландский доллар против американца. Сделали мы цель, друзья. Наконец-таки 0,68. Поздравляю вас. Ставка Резервного банка в Новой Зеландии осталась без изменений. Но риторика, с которой мы работали, она как раз в соответствии с ожиданиями была мягкой. Потому что Резервный банк Австралии отметил, что поскольку цели по инфляции еще не достигнуты, значит нет оснований сейчас выходить из тех мягких экономических стимулов, которые действуют. То есть мягкая экономическая политика будет продолжена. Те же самые заявления, которые использует и Резервный банк Австралии. По новозеландцу мы можем выдохнуть. Профит в кармане. Ждем австралийца на отметке 0,73. Вчера 20 пунктов не дотянули до этой планки. Но возможно давление со стороны растущего доллара, который сохраняет запал на дальнейший рост, может быть достаточным, чтобы мы с вами закрыли эту сделку уже по итогам текущей недели. Евро против доллара снижается. 1,1564 сейчас. Ждем 1,15. Я думаю, что вы все уже осознали, что мы вернулись к развитию нисходящего тренда. И у того было несколько причин. Много причин повторять их не буду. Завтра данные по инфляции. Базовая инфляция. Отчет, у которого плевать на то, что происходит с ценами на энергоносители и на продовольственные товары. По ожиданиям инфляция просядет с 1,1 до 1%. И у нас будет еще один аргумент со стороны важной статистики, почему евро нужно продавать. Ждем 1,15. Доллар-канадец. Расчет на то, что комментарии Полоза заставит трейдеров усомниться в том, что Банк Канады вернется к вопросу повышения процентной ставки, тоже себя оправдал. Именно это Стивен Полоз и отметил. Рост вы сами прекрасно видели пары доллар-канадец фактически на фигуру в тот момент, когда он начал выступать. И также очень много было сказано про неопределенность. Фактически те же самые заявления о том, что ситуация обострилась в мировой экономике. Такие же, как делал в ходе своего выступления драги, обозначив серьезный риск вот этой торговой неопределенности для валютного блока. Об этом же говорил и Полоз. То есть в таких условиях очень глупо сейчас повышать процентные ставки. Я думаю, что завтра, когда выйдут данные по экономическому росту, мы с вами еще больше убедимся в том, что ставки повышены не будут. Как это отыгрывать, логично сделать ставку на дальнейший рост. Но, друзья, мы с вами уже дважды бились сопротивление практически 1,34. Не дается оно пока. Я думаю, что, может быть, пора уже оставить идею, связанную с чрезмерным ослаблением канадца. Я считаю, что локально инициативу могут перехватить и покупатели. Тем более, что канадец должен был отыграть рост цен на нефть. Этого еще не произошло. Если цены на нефть растут, канадский доллар укрепляется и укрепляется против доллара. Поэтому доллар-канадец должен идти вниз. Я делаю на эту большую ставку. И, собственно, у нас появились первые сигналы того, что жесткая позиция США относительно протекционизма, ну, не такая уж и жесткая, но, по крайней мере, она смягчилась в последнюю торговую сессию. Может быть, эти такие компромиссные действия, либо более мягкая риторика будет следовать и дальше. И, в конце концов, рынок сам выудит из этой информации то, что позволит говорить о возможности каких-нибудь особых условий в новых соглашениях по нафту для Канады. То есть, если США готовы сесть за 100 переговоров с Китаем, почему бы им точно не проявить, скажем, большую мягкость в переговорах со своим непосредственным партнером, который прямо находится через границу. Это более чем реально, друзья. Я считаю, что мы сейчас можем ориентироваться на то же прогресс по нафту в отношении канадской экономики, ну, ориентироваться хотя бы на какие-то отдельные заявления. И в связи с этим доллар-канадец, который, на мой взгляд, действительно перекуплен, может показать и нисходящую динамику. Пока что я прям супер-классный уровень для продаж не вижу, но если вы привыкли рисковать, я бы советовал вам сейчас присматриваться к тому, чтобы пару уже продавать. Думаю, что какое-то время мы, наверное, поработаем. В лучшем случае с консолидацией, ну, в идеале, исходя из того сценария, который я обозначил, мы столкнемся с распродажами. После этого рынок снова перезагрузится, мы сделаем это вместе с ним и уже попробуем найти ответы на вопрос о том, стоит ли эту валютную пару покупать дальше. Пока что я все же переориентируюсь в отношении этого дуэта активов и рекомендую присматриваться к продажам пары доллар-канадец. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Увидимся мы с вами завтра в 9.30 по московскому времени, как и всегда, в прямом эфире через перископ. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.